Считанные дни остаются до Светлого Христового Воскресения. Началась последняя, Страстная Седмица Великого Поста. Это очень трогательное и трепетное для каждого православного христианина время. В Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду совершаются Божественные Литургии Прежде Священных Даров, на которых мы слышим евангельские повествования, в которых очень часто иудеи, особенно фарисеи, саддукеи, которые шли за Спасителем, они искушали Его, чтобы найти повод, чтобы казнить Его. Но Господь показывал им свою мудрость и этим самым они ничего не могли сделать. В эти дни каждый верующий старается усугубить свой пост. Некоторые употребляют исключительно сухоедение, едят пищу без подсолнечного масла. Люди все строже и строже готовятся к Пасхе Христовой, особенно духовно. В эти дни люди особо трепетно относятся к духовному посту, воспоминая покаяние каждого, грехи, страсти, которые были в нашей жизни. Каждый из нас человек старается сделать какие-то благие дела, усугубить, сделать их больше и больше, чтобы Господь видел наши стремления и наши исправления в жизни. Каждый человек старается своим примером показать другим, что он является истинным православным христианином. На протяжении первых трех дней Страстной Седмицы священники советуют закончить все основные приготовления к празднику. Необходимо закончить все свои бытовые вопросы, убраться в доме, постирать, побелить, чтобы потом, начиная с четверга, больше находиться в храме, молиться, думать о спасении своей души. В эти дни, в дни, когда мы особо трепетно ожидаем праздник Пасхи Христовой, каждый должен заглянуть внутрь своей жизни, заглянуть внутрь своей души, чтобы действительно сделать анализ, как прошел пост, что я успел сделать, что я изменил в своей жизни. Господи, я хочу встретить праздник Пасхи достойно. И поэтому каждый из нас особо в эти дни воспоминает свою жизнь, смотрит особо на себя, невзирая на других людей. Потому что часто нам хочется посмотреть на других людей, что делают они. Но каждый должен начинать только с себя. Поэтому дай Бог нам провести эту неделю достойно, в спокойствии, в смирении, в вере, в надежде и любви. А самое главное, в истинном покаянии перед Богом.